На базе Лабытнанского научно-исследовательского стационара проходит очередной этап эксперимента, который позволит определить виды деревьев и кустарников, способных выжить в суровых условиях Ямала и в дальнейшем разнообразить флору городов и поселков нашего региона. Эту работу по заказу Окружного департамента по науке и инновациям ведут специалисты Санкт-Петербургского лесотехнического университета. Эксперимент продолжается третий год и его уже можно назвать успешным. Все растения и деревья, в частности, выполняют важные функции. В городах они поглощают загрязнение, выделяют кислород. Кроме того, человек намного лучше чувствует себя в населенных пунктах, богатых зелеными насаждениями. Но северные города не отличаются видовым разнообразием. В основном перечень ограничен елями, березами, ольхой. Вот и потребовалась помощь специалистов лесотехников из Санкт-Петербурга. Сначала ученые выбрали 200 видов, а из них позапрошлым году 42 посадили на экспериментальных площадках Салихарда и нашего города. В этом году к ним еще добавилось два десятка видов. То, что сейчас мы высаживаем, новые, на мой взгляд, уже перспективные будут виды, которые уже себя хорошо проявили в Мурманской области. Это в районе города Апатиты, Кировск и даже Мурманск. Это рябинник, рябинолистный, красивый цветущий кустарник, очень устойчивый к северным условиям. Не поверите, но даже облепиха, которая плодоносят в районе Кировско-Мурманской области. Также разные сорта спиреи мы привезли, этот красивый цветущий кустарник. А еще привезли черную смородину, разные сорта рябины и жимолости, и даже яблони, правда, не плодоносящие. Но приживутся они или нет, узнаем следующим летом. А многие растения, высаженные в прошлые годы, особенно хвойные, прекрасно прижились. Это видно по отросшим этим летом веточкам. Но работы продолжаются. У нас основной этап, он идет до 2017 года. Уже заметный результат к 2017 году будет. У нас и часть растений будем пересаживать в городское зеленение. Город Лабытнанги, Салихарда. Некоторые виды пиксут, которые подросли у нас с 2013 года, если успеем, мы пересадим даже этой осенью. Если нет, то весной. Александр работает на этой площадке первый год. Так получилось, что один. Но неожиданно на подмогу пришли местные ребята, которых мы, к сожалению, не застали. Очень порадовали нас ребята из 4 класса школы номер 1 города Лабытнанги. Они интересовались очень нашей работой и даже приняли активное участие. Помогали тут даже и копали, и разравнивали грядки. И вот вчера вечером даже сажали растения. Они вот с понедельника к нам приходят каждый день и сегодня обещали тоже прийти. Конечно же, новые и необычные для нашего края растения – далекая перспектива. Но наверняка будет приятно присесть теньки от пихты, а ощутить аромат сирени тем более. Андрей Симоненко, Максим Мячин. Программа «Время местное». Продолжение следует... Продолжение следует...